Всем привет! Сегодня готовим соус бешамель, базовый рецепт. Готовится он очень просто и быстро, всего из трех основных ингредиентов. Соус бешамель незаменим для приготовления лазаньи, запеканок, овощей, супов, пюре, жульенов. В этот раз я его готовила для запеканки из цветной капусты. Итак, 50 грамм сливочного масла, кладем в сотейник, нам его нужно растопить. Для того, чтобы соус получился гладкий, я пользуюсь всегда двумя венчиками, маленьким и большим. И теперь уменьшаем огонь до минимального и добавляем сразу всю муку 50 грамм. И все перемешиваем до полной однородности. Вначале это очень удобно делать маленьким венчиком. Муку можно заменить на крахмал. И далее начинаем добавлять постепенно в несколько приемов молоко 500 миллилитров и продолжаем перемешивать. Перемешать нужно так, чтобы не образовалось никаких комочков. Вмешиваем одну часть, добавляем молоко и продолжаем перемешивать. Когда массы становится больше, то это удобнее делать большим венчиком, чтобы все-все-все хорошо между собой перемешалось. И вот я опять беру маленький венчик и собираю муку со дна и с краев емкости. Вот посмотрите, еще остались комочки. Все эти комочки желательно разбить сразу, для того, чтобы затем не возиться еще с погружным блендером. После того, как мы добавили все молоко и разбили все комочки, начинаем добавлять специи. Основные специи для приготовления соуса бешамель это соль, черный молотый перец и мускатный орех. Помимо мускатного ореха можно также добавить каенский перец и немного трюфеля. Продолжаем перемешивать. Этот соус нужно перемешивать постоянно, не отходить от плиты, не отвлекаться, так как загустевает он очень-очень быстро. Вот обратите внимание, соус побелел и уже хорошо загустел, значит он практически готов. После того, как он начинает загустевать, буквально 1-2 минуты и убираем его с плиты. Если же соус у вас все-таки сильно загустел, то добавьте в него немного молока и еще немного проварите. А если же наоборот, он получился слишком жидкий, то добавьте муки и тоже все хорошо перемешайте и проварите. Готовый соус переливаем в удобную емкость и используем по назначению. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Пишите мне ваши отзывы и комментарии. Всем желаю приятного аппетита, готовьте с удовольствием. Всего вам доброго и до новых встреч с новыми рецептами. С вами была Виктория.